Здравствуйте, уважаемые слушатели! Давайте мы с вами начнем сегодня вторую лекцию. Вторая лекция у нас будет посвящена разделу психологии обучения. Насколько вы помните, из первой лекции мы уже с вами обсудили о том, что педагогическая психология состоит из трех основных разделов. Это психология обучения, психология воспитания, психология личности учителя. Далее, мы рассмотрели с вами, какой раздел имеет какой предмет изучения и каковы основные задачи. Ну и посему к этому возвращаться не будем. Начнем с самого сложного, наверное, самого большого раздела – это психология обучения. Итак, психология обучения – это раздел педагогической психологии, который посвящен изучению психической деятельности в условиях обучения. Дальше. Ну и основные понятия, которые мы должны рассмотреть с вами в этом разделе, являются следующие вопросы. Первый вопрос – это понятия научения, учения, обучения, их различия и основной смысл. Далее. Второй вопрос – это понятия учебной деятельности, структура учебной деятельности, характеристики компонентов учебной деятельности. Это очень большой и сложный вопрос. Третий вопрос – это роль психических познавательных процессов, роль эмоционально-волевых процессов, роль психических индивидуально-типологических свойств и роль психических состояний в учебной деятельности. Далее. Это проблема неуспеваемости учащихся, в которую войдут типы неуспевающих и пути и способы работы с этими неуспевающими. Ну и, наверное, это основной вопрос, который мы с вами должны успеть. Кроме этого, вам необходимо самостоятельно законспектировать и разобраться с двумя следующими теориями. Первая – это теория поэтапного формирования умственных действий Гальперина. В интернете выложен учебник Гальперина, лекция по педпсихологии, в которой вся эта его теория, теория поэтапного формирования умственных действий, полностью расписана. Кроме этого, эта теория точно так же достаточно широко освещена в других учебниках, где вы можете найти, в том числе и в моем учебнике педпсихологии, где вы можете найти развернутый анализ этой теории, законспектировать и разобраться самостоятельно с тем, чтобы следующей лекцией, которая была посвящена уже учебной деятельности, вы владели и имели представление о чем я говорю. Итак, начнем с вами с первого вопроса. А, и второй конспект я забыла. Это конспект Жан Пиаже «Стадии умственного или интеллектуального развития ребенка». Эту теорию вы легко найдете тоже как в учебниках педагогической психологии, так и в учебниках возрастной психологии. Поскольку теория Пиаже считается достаточно культурно свободной и говорит о том, что развитие личности абсолютно независимо от того, в каком социуме, в каких социокультурных условиях подвергается специализированным процессам обучения и воспитания ребенка или же он стихийно воспитывается. Независимо от этого, любой здоровый ребенок, он проходит те стадии развития, которые выделял Пиаже в своем умственном или интеллектуальном развитии. Итак, насчет с вами первого вопроса. Значит, первый вопрос. Это у нас три основных понятия. Это понятие «научение», «учение» и «обучение». Необходимо иметь следующий момент, что понятие «образование», которое мы с вами разобрали на семинарском занятии, мы, разбирая это понятие, мы с вами говорили, что образовательный процесс включает в себя, кроме учебной деятельности, еще и эти три компонента. Далее, что такое научение? Жизнь любого организма – это прежде всего непрерывная адаптация к условиям непрерывно меняющейся среды. Живой организм должен вырабатывать способы поведения, помогающие ему выживать в среде, то есть быть адекватным окружающему миру. В отличие, и здесь необходимо развести таким образом эти понятия, «научение» – это процесс, который характерен для всех живых существ, как для простейших живых существ, так и для самого высокоорганизованного живого существа – это человека. Научается только тот субъект, у которого есть потребность чему-то быстро научиться или понять то, чего он до этого не умел или не знал, например. Поэтому многие ученые считают, что научение больше относится к характеристикам животных, нежели и для человека. На самом деле, на мой взгляд, необходимо придерживаться той позиции, что человек точно так же, как и любое другое живое существо, оно стремится к удовлетворению своих потребностей. И чем выше организация живого существа, равно как и уже, допустим, например, зрелого человека, тем выше у него потребностей. И ради удовлетворения вот этих все возрастающих потребностей ему необходимо чему-либо научаться. Кроме этого, как животное, так и человек постоянно попадает в ситуации, в которых невозможно чему-то обучиться очень быстрым образом. И в этих случаях требуется быстрое реагирование путем научения, например. Когда вы попадаете в какие-то экстремальные ситуации, необычные ситуации, новые для себя ситуации, и у человека возникает в этом потребность, он моментально этому научается. Поэтому принято считать, что научение – это процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Сам этот термин пришел к нам из зоопсихологии, а ввел его Торндайк. Ну и принято считать, что путем научения можно приобрести любой опыт. Человек овладевает знаниями, умениями, навыками, а у животных появляются какие-то новые формы поведения. Далее. Основные виды научения. Некоторые виды научения могут появляться уже на уровне рецепторов или спинного мозга. Одни виды научения осуществляются автоматически, непроизвольно, а другие требуют программирования, на которые способен лишь развитый мозг. Кроме этого, существует еще следующее определение понятия научения. Определение зимней, наверное, наиболее является распространенным определением. Ну и по праву я считаю, что оно наиболее полное и достаточным образом раскрывающее это понятие. Итак, научение является самым общим понятием, обозначающим процесс и результат приобретения индивидуального опыта биологической системой от простейших до человека. Вот я думаю, что это определение, которое зимнее сформулировало, оно наибольшим образом подходит для этого понятия. Далее, в учебнике Айс Монтеса, педагогической психологии, выделяются следующие виды научения. Это импринтинг, условно-рефлекторное научение, оперантное научение, векарное научение, вербальное научение. Далее, Розенова, М.И. Розенова. В учебнике психологии, обучения и воспитания выделяют следующие виды научения. Первое – это реактивное научение. Второе – оперантное научение. И третье – когнитивное научение. Ну и вот в этих трех видах научения еще несколько разновидностей этих научений. Далее, если мы с вами говорим о том, что научение… Давайте с вами разберем эти виды, а потом уже перейдем к характеристикам научения. Итак, первый вид – реактивное научение. Оно включает в себя импринтинг, привыкание, сенсибилизацию и условные рефлексы. Это реактивное научение характерно для всех живых существ. И встречается как у человека, так и у животных. И представляет собой основные способы приобретения жизненного опыта различными живыми существами. Причем так считают большинство ученых, исследовавших этот процесс. Так вот, это реактивное научение имеет место тогда, когда организм пассивно реагирует на внешние факторы и в нервной системе непроизвольно возникают изменения и формируются новые следы памяти. Наиболее, самый, наверное, простейший и наиболее часто встречающийся у всех практически живых существ вид научения – это импринтинг, то есть запечатление. Это глубокая привязанность к первому движущемуся объекту попавшему в поле зрения. Данный механизм впервые описал Лоренц, наблюдая поведение гусят. Он очень важен для выживания. У человека социальные связи устанавливаются раны и носят глубокий характер. Я напомню вам немножечко об этом опыте, который пронаблюдал Лоренц. Он говорит о том, что когда у новорожденных гусят или цыплят, допустим, в поле зрения попадает первый попавшийся какой-то объект, допустим, у них мгновенно возникает к нему чувство глубокой привязанности, и они будут повторять все эти действия, ходить за тем объектом, который они запечатлели. Механизм импринтинга служит как бы связующим звеном между врожденным и приобретенным. Эффективный импринтинг в форме дочернего или сыновнего, социального или полуролевого поведения детерминирован генетически. Но направленность этих форм поведения зависит от опыта, получаемого с первых минут жизни. То есть в этом смысле эти формы являются приобретенными. Потому что, допустим, например, человек, попадая, например, в ту или иную среду, он не всегда ведь может быть воспитан своими биологическими родителями, но свой социальный опыт он получает от тех родителей, которых он запечатлел первично, и их именно форму поведения он и повторяет. Так же, как любое животное. Далее. Привыкание. Это примитивный способ научения, так же, как импринтинг. И он наступает, когда организм в результате изменения научается игнорировать какой-то постоянный раздражитель. Допустим, например, если вы приучили своего ребенка всегда спать с включенным ночником, он через какое-то время привыкает и не реагирует на вот это самое освещение или на какие-то звуки, если они являются достаточно постоянными. Далее. Следующий механизм, вид, который входит в реактивное научение, это сенсибилизация. Сенсибилизация противоположна привыканию. Это повторение стимула, ведущего к более сильной активации организма, который становится более чувствительным к данному стимулу. В результате раздражитель, не вызывающий при однократном воздействии никакой реакции, при повторных воздействиях провоцирует то или иное поведение. Ну, например, жужжание мухи, капли воды или слова-паразиты могут отвлекать от основной деятельности. Ну и еще один вид реактивного научения, это условно-рефлекторное научение, которое возникает, когда формируются связи между специфическим стимулом, вызывающим врожденный рефлекс, и каким-либо индифферентным стимулом. В результате этот индифферентный стимул вызывает рефлекс. Допустим, когда вы своего ребенка, допустим, приучаете, например, к следующему виду поведения, когда он понимает, что его одевая в теплые, например, какие-то вещи, долго одевая, это означает, что сейчас его выведут на прогулку. И если он привыкает во время прогулки у вас спать, то он через какое-то время, ну, буквально там несколько упражнений достаточно для этого, чтобы ребенок реагировал именно следующим образом. Еще в процессе одевания он у вас уже засыпает, поскольку понимает, что сейчас вы его до конца оденете и вынесете на улицу. Он уже у вас реагирует заранее уже на это. Это и есть условно-рефлекторное научение. Дальше, следующий вид научения, это оперантное научение. Оперантное научение, сам термин введен бихевиористами. То есть это такие действия, для выработки которых организму надо активно экспериментировать со средой и таким образом устанавливать связи между различными стимулами. Поскольку живым существам и особенно людям присуща активность, то попадая в различные ситуации и обстоятельства, они вынуждены приспосабливаться. И в результате проб и ошибок формирования реакции и наблюдений у них формируется новый способ поведения. Самый распространенный вид научения среди оперантных – это метод проб и ошибок. Например, встретившись с каким-то препятствием, организм делает попытки преодолеть его и постепенно отказывается от неэффективных действий, находя решение задачи. Далее. Ну, например, да, ваша кошка привыкла попадать в закрытую комнату, только вот запрыгивая на ручку двери и делая таким образом, чтобы эта ручка двери открывалась под силой тяжести ее тела. Если, допустим, она у вас, например, уже приучилась вот именно к такому виду открывания двери и впоследствии входа в эту комнату, если вы повесите к дверям, например, там веревочку, допустим, то через какое-то время она вас поймет, например. Может, сначала, может быть, это будут случайные какие-то действия, да, но в каком-то, в как... через какое-то время, или, может быть, вы покажете ей, она поймет, что не обязательно прыгать на эту ручку, а можно просто подойти, дернуть за веревочку, эта ручка двери откроется и спокойно может войти в комнату. Многие собаки, не используя этот метод пропиошибы, когда они видят эту веревочку, привязанную к ручке двери, они, в отличие от кошек, не применяя этот вид научения, метод пропиошибы, сразу дергают за веревочку и входят. То есть это уже будет метод формирования реакции уже, следующий вид оперантного научения, который тоже характерен как для человека, так и для животных. Вот этот метод формирования реакции развил и систематизировал Skinner. Основан он на следующем моменте, что если, допустим, за каждое какое-то нужное действие или полезное действие любой живой организм получает какое-то соответствующее позитивное подкрепление, то эти действия закрепляются и вырабатывается определенный какой-то навык. Ну, например, допустим, если ваш ребенок съел конфету, маленький ребенок съел конфету, и вы его научили бумажку выбрасывать, доносить до мусорной корзины, и за это вы его всегда хвалите, то в результате он уже понимает, что вот это вот его действие правильное, оно поощряется, подкрепляется там похвалой, собственным каким-то одобрением и таким образом формируется вот какой-то определенный тип поведения или навык, да. Далее, следующий вид оперантного научения – это наблюдение. Множество форм социальной активности индивида основано на наблюдении за другими людьми из ближайшего окружения, которые служат моделью для подражания. При этом имеет место не просто подражание, а в том числе и векарное научение. Векарное научение – это уже социальное научение, и оно имеет место только тогда, когда индивид полностью усваивает форму поведения модели. и можно говорить, что если вот наблюдение, допустим, оно как вид оперантного научения может быть характерен, безусловно, для человека, но также и для наиболее высокоорганизованных живых существ, да, то уже векарное научение, оно характерно только для человека. Далее, следующий вид научения – это когнитивное научение. Среди когнитивных научений выделяют следующие виды. Во-первых, это вербальное научение, дальше через познание, латынтное научение, выработка сложных психомоторных навыков, далее это инсайт, это научение путем рассуждений. Естественно, когнитивное научение характерно только для человека. Причем надо иметь в виду следующее, что эти виды научения, они формируются у человека поступенчато, то есть по мере его развития. Ну, например, когнитивного научения, например, методом рассуждений он не может научиться, будучи там в возрасте, например, там 5 лет, для этого ему надо все-таки обучиться уже, овладеть этими процессами учебной деятельности, начало хотя бы, да, и тогда он уже может научаться чему-либо путем рассуждений. До этого времени он научается либо методом проб и ошибок, либо какими-то другими видами методами. Дальше, когнитивное научение представляет собой не просто установление каких-то ассоциативных связей между двумя стимулами и ответом организма, но и оценку данных связей с учетом прошлого опыта и возможных последствий. В результате этого процесса принимается какое-то решение. Латентное научение вот этот термин ввел Толман в 1948 году. В организм из окружающей среды поступают разнообразные сигналы. Одни из них осознаются полностью, другие менее четко, а третий вообще не доходит до сознания. Все эти сигналы обрабатываются и преобразуются мозгом, в котором создаются своеобразные карты окружающей среды или так называемые когнитивные карты. С их помощью организм определяет, какие реакции наиболее адекватны в любой новой ситуации. Подкрепление в этом случае идет не столько при усвоении информации, сколько при ее использовании. Далее. Латентное научение на самом деле характерно даже не для всех людей, а в полной мере эти когнитивные карты, сформированность этих когнитивных карт говорит о достаточно высоком уровне интеллектуального мышления, то есть IQ. И человек, допустим, услышав что-то на лекции, например, осознав это, прочитав в каком-то учебнике и не обратив на это внимание, но просто зафиксировав где-то там, далеко в подкорке вот это явление, услышав еще где-то, что на каком-то другом предмете и в нужный момент он способен воссоздать эту картинку, то есть всю эту разрозненную информацию в единую карту или картинку какую-то, как пазлы собирают в единую картинку, то можно говорить, что этого человека есть латентное, он обладает, может научиться латентному научению, латентным образом. Если же он просто помнит о том, что вот что-то он такое слышал, допустим, где-то что-то читал и все это остается обрывочными остатками знаний, но не способно склеиться в единый текст или картинку, то можно говорить, что человек не обладает этим видом научения. Далее, следующий вид это выработка сложных психомоторных навыков. Оно происходит путем формирования когнитивных стратегий, направленных на выработку строгих последовательностей движений и на их программирование в зависимости от желаемого результата. В формировании сложного навыка можно выделить несколько стадий. Первая стадия – когнитивная стадия, когда все внимание сосредоточено на элементах, составляющих действий. Вторая стадия – это ассоциативная. На этой стадии происходит улучшение координации и интеграции различных элементов навыка. Третья стадия – автономная. Имеет место высокий уровень умения, а навык здесь становится автоматическим. На техническую сторону обращают меньше внимания, и главное место занимает союз ума и чувств. Ну и следующий вид научения среди когнитивных – это инсайт. Инсайт характеризует как вспышку, озарение. Инсайт занимает промежуточное место между латентным научением и творчеством. Во время инсайта определенная информация, разбросанная в памяти, используется в какой-то новой ситуации, допустим, по определению Келлера. И тогда задача решается как-то оригинально, решение приходит спонтанно, и в этой спонтанности проявляется способ творчества. Ну и кроме того, что находится обычно какой-то оригинальный способ решения. Ну кроме этого, еще можно говорить следующее, что инсайт – это не обязательно какое-то абсолютно новое толкование чего-либо или новое решение какой-то проблемы. Инсайт приходит человеку в том случае, если он очень долго думает над решением какой-то проблемой, и вот эти очень долгие размышления чаще всего приводят к тому, что человек озаряет, вспышка к ним приходит. Ну, например, в школе всем задают какие-то иногда очень сложные задачи, которые вы пытаетесь решить, и так, и сядь, и один час, и два часа, и советуете, сконсультируете со всеми, у вас ничего не получается. И вдруг, допустим, утром рано проснувшись, допустим, или пересном, например, уже засыпая, вас озарило, вы поняли, как надо было решать эту задачу. Ничего принципиального нового в этом решении может и не быть, вы просто правильно может быть решили эту задачу, но для вас оно является озарением, потому что для вашего мозга это была впервые решенная задача, которая пришла к вами только в результате вот этого размышления. Но без такого длительного интеллектуального труда инсайты не происходят. Необходимо обязательно, чтобы человек очень достаточное время посвятил этому. Далее, следующий вид научения, это научение путем рассуждений. Рассуждение это мыслительный процесс. Оно используется, когда задача не может быть решена привычным способом или для нее нет типового решения сходу. Ну, например, стоит ли занимать крупную сумму денег, где лучше обедать, пойти на лекцию или в кино. Научение путем рассуждения осуществляется в два этапа. Первый этап, когда рассматриваются имеющиеся данные и между ними устанавливаются связи. Второй этап, строятся гипотезы и проверяются в уме, то есть вот эти вот возникающие гипотезы проверяются как бы вашим уже имеющимся прошлым опытом. Результаты такого научения используются в дальнейшем сходных и других ситуациях. Научение путем рассуждения имеет две формы. Перцептивную, связанную с восприятием действительности в течение какого-то времени, причем это восприятие сопровождается научением, и концептуальную, связанную с формированием понятий. формирование понятий это процесс, при котором из переработанных восприятий выделяется сходство между предметами, живыми существами, ситуациями, идеями, и происходит их объединение в какие-то категории, группы, допустим, для того, чтобы упорядочить ваш имеющийся уже обогащенный опыт, так называемый. Далее, в процессе обобщения понятий имеют место абстрагирование и обобщение. При абстрагировании находятся черты общности и сходства между двумя явлениями или событиями и определяется их общая черта одним каким-то новым понятием. При обобщении под понятие подводятся все новые предметы и явления, имеющие сходство с теми явлениями, которые послужили основой для выработки данного понятия. Далее, виды научения мы с вами разобрали. Следующее. Никакое научение не будет эффективным, если организм не достиг определенного уровня развития. Развитие происходит в процессе созревания опорно-двигательных структур, нервных структур и сенсомоторных связей. Стадии зрелости различны для каждого органа, свойства и функции. научение ребенка начинается с момента его рождения, с первых дней жизни. В действие вступает механизм научений, такие как импринтинг, условно-рефлекторные научения, то есть сюда входят двигательные, пищевые рефлексы, реакции на свет, холод, тепло и так далее. Далее уже появляется оперантное, лекарное, вербальное научение. У ребенка до полутора-двух лет все виды научения существуют как бы раздельно, независимо от речи, а сама речь используется исключительно как средство общения. Параллельная работа разных анализаторов помогает развитию ребенка способностей. Условно-рефлекторное научение положительно влияет на способность органов различать физические стимулы, то есть допустим там, например, различать вкусное от невкусного, допустим, холодно, тепло, и так далее. Дальше. Оперантное научение позволяет активно совершенствовать все движения. Векарное научение улучшает наблюдательность. Вербальное научение развивает мышление и речь. И если в обучении ребенка используют все эти виды научений, то одновременно у него будут развиваться и восприятие, и моторика, и речь, и мышление. Таким образом, можно сделать следующее понятие, как бы свести все это, научение характерно для всех живых существ. Видов научения достаточно много, и зависят они от уровня развития этого живого существа. Более примитивные виды научения пользуются как человек, так и животные. Есть виды научения, например, такие, как оперантные, которые характерны только для высокоорганизованных живых существ и для человека. И есть когнитивные виды научения, которые характерны только для человека. Далее, научение носит стихийный характер, и процесс научения может происходить бессознательно. То есть, допустим, когда вы, например, убегаете от чего-то или от кого-то, вы можете развить, например, такую скорость и научиться так быстро бежать, абсолютно не осознавая этого. Поскольку у вас есть в этом потребность на данный какой-то конкретный момент. Дальше. Он может быть побочным итогом деятельности, то есть, выполняя какую-либо деятельность, вы можете чему-то еще попутно научиться. Далее. Происходит удовлетворение личностных потребностей и собственных каких-то мотивов. И к процессам научения ребенок готов с рождением. Вот это основные понятия, которые необходимо знать в характеристках научения. Далее. Существует несколько основных теорий научения. Их четыре группы. Первая это ассоциативная теория, вторая это условно-рефлекторная, третья это операциональная и четвертая теория это знаковая теория. ассоциативная теория. Мы очень коротко характеристику просто им дадим для того, чтобы вы имели представление, что это такое. А вот более подробно я думаю, вы можете это прочитать в любом из учебников педагогической психологии. Значит, разница заключается в следующем. В ассоциативных теориях научениях моделью обучения является управление процессом накопления и переработки чувственного опыта. Вы можете сделать такую структурно-логическую схему. Вот у нас четыре психологических теорий научения. Ассоциативные, условно-рефлекторные, третье операциональные и четвертая знаковые. В ассоциативной теории от них отвести стрелочку и написать модели обучения. При ассоциативной теории обучения моделью обучения является управление процессом накопления и переработки чувственного опыта. Далее вторая группа теорий это условно-рефлекторная теория научения. Здесь моделью обучения является стимуляция познавательной и исследовательской активности учащихся через направление и организацию их практической деятельности. Третье бихевиоральные законы научения. Здесь выделяется модель обучения основана на законах научения эффекта сохранения взаимосвязанности тренировки интенсивности ассимиляции и результативности. И четвертая группа теорий знаковой теории научения в которых моделью обучения является формирование учащихся обобщенных понятийных систем и приемов умственной деятельности. Таким образом мы с вами выделили во всех этих четырех группах теорий что является какой основной модель обучения они закладывают в основу. Далее в этой модели обучения выделяется сущность обучения научения и содержание научения. Так вот при ассоциативных теориях сущности научения является таким образом вы в каждой вот в этой теории после модели отводите еще по две стрелочки в одной стрелочке сущность научения во второй содержание научения и расписываете сущность научения при ассоциативной теории. Я еще раз напоминаю вам ассоциативные теории научения они моделью служат управлением процессом накопления переработки чувственного опыта. И, соответственно, сущностью этого научения является усвоение человеком связей, существующих между конкретными объектами, свойствами, действиями, психическими состояниями. А содержанием научения является образование ассоциации, то есть психологических связей между элементами чувственного опыта человека. Далее, при условно-рефлекторной теории научения, в которой моделью была стимуляция познавательной и исследовательской активности учащихся через организацию их практической деятельности. Поэтому сущностью научения является освоение индивидам новых значимых свойств вещей и явлений окружающего мира и новых полезных действий и форм поведения, использующих эти свойства. А содержанием научения является образование связи между безусловными раздражителями и условными реакциями или сигналами внешней среды. Я вам напоминаю также, что безусловные рефлексы – это врожденные рефлексы, то есть теми, которые живое, любое живое существо уже появляется на свет, а условные – это усваиваемые, то есть те реакции, которые в результате каких-то упражнений появляются у живого существа. Далее. Ну и бихевиоральные законы научения, они у нас построены на законах научения, и здесь необходимо уже выделить характеристики всех этих законов научения. Законов научения у нас семь. И вот эта модель сущности содержания научения реализуется через реализацию этих законов. Первый закон эффекта – когда процесс установления связи между ситуацией и ответной реакцией сопровождается или сменяется состоянием удовлетворения, прочность связи возрастает. Второй закон – закон сохранения. Если в течение некоторого времени связь между ситуацией и ответом, имеющий изменчивый характер, не возобновляется, интенсивность этой связи ослабевает, поэтому при прочих условиях вероятность возникновения связанного с ситуацией ответа уменьшается. Третий закон – взаимосвязанности. Если два психических акта развиваются во взаимосвязи, то повторение одного из них приводит к появлению или закреплению второго. Четвертый закон – закон тренировки. Чем выше интенсивность тренировки, тем лучше усваивается обратная реакция, и, естественно, тем дольше она сохраняется в памяти. Пятый закон – закон интенсивности. Чем интенсивнее тренировка ответа, тем лучше он усваивается, и тем дольше остается в памяти. Закон ассимиляции. Каждый новый стимул имеет способность вызывать реакцию, которая в прошлом была связана с этим же стимулом. И последний, седьмой закон – это закон результативности. Реакция, сопровождающаяся приятными последствиями, закрепляется. Если же она сопровождается неприятными последствиями, ее стараются избежать или заглушить. И вот следствие этого последнего закона является одним из базовых психотерапевтических методов для облегчения каких-то страданий человека. Ну и последняя, четвертая группа теорий – это знаковая теория учения. Напоминаю, что моделью обучения в знаковых теориях научения является формирование обобщенных каких-то этих понятийных систем и приемов умственной деятельностью. А потому сущностью научения является формирование учащихся понятий и их систем, отражающих существенные отношения реальности. А содержанием научения является обнаружение и использование этих существенных отношений реальности и их отображение в понятиях и закреплении в словах. Таким образом, мы с вами разобрали процесс научения. Ну и начнем следующий процесс – это процесс учения на следующей лекции.